приветствую всех дорогие друзья у микрофона пассажир и сегодня темой для обсуждения станет главный приз текущего боевого пропуска а конкретно ебр 1963 стоит ли тратить свое время и деньги на данный аппарат попытаемся разобраться но сперва немного истории чем вообще знаменит ебр у нас в игре правильно модели 54 года вспоминаем операцию зима когда на свет тундра эстетом выкатили легкого французского колесника с достаточно веселыми и я бы сказал фановыми характеристиками 75 миллиметровой пушкой которая пуляет сплошными снарядами реверсным ходом и автоматом заряжания еще и с неплохой подвижностью на прямой и все это богатство поселили на боевой рейтинг 4 3 что сказать рандом в это время просто сгорел наш малыш ебрил все что движется летает и ползает при этом делал это красиво используя весь свой французский шарм но песня оказалась недолгой из-за дела взялись балансировщики нерфофилы которые превратили комфортный бр 4 3 5 и 7 соответственно снашать рандом мы перестали но до сих пор представляем опасность тамошной техники это кратенько о том с чего все начиналось а теперь чем продолжилось и почему ебр 1963 никогда не будет веселый фановой колесной палкой нагибалкой как его предшественник компоновка скоростные и динамические характеристики остались на том же уровне что и у 54 4 члена экипажа 2 в башне двое на рулях плохое прохождение грунтов и снегов отсутствие бронирования как класса в общем тут ничего удивительного набор стандартный для колесника основные изменения коснулись орудия 75 миллиметровая пушка налегла на круассаны и выросла до 90 миллиметров поменяв при этом сплошные снаряды на коммунитивные с пробитием 300 миллиметров автомат заряжания скоммуниздили на заводе и от 5 секунд предшественника у нас царские 8 и 7 с прокачанным экипажем можно рассчитывать на 7 с половиной не меньше но и добавила всевидящее око саурона расположившиеся рядом с пулеметом ведь настоящий разведчик не прячется и его всегда должно быть хорошо видно за холмами это конечно шутка а вот боевой рейтинг 70 не шутка соответственно по традиции всегда будем играть на 7 и 3 где нас будут любить тамошние старатели против которых козырей у нас нет ибо мы не прибавили своих характеристиках лишь увеличили калибр нет и профитов скорости динамики огневой мощи перезарядки и броне вот и получается что нагибом праведным и не пахнет нет само собой убивать то мы будем даже учитывая рандомный урон камулей только геймплей на это будет уже не тот безбашенный врывастик а скорее скромный кемпедрастик что для нас не то пальто и не с того плеча как и только в заключении данная техника не стоит вашего внимания и к покупке я ее не советую хотите получить эмоции лучше возьмите ебр 54 года даже на боере 5 и 7 он способен аккумулировать гормон радости на сегодня пожалуй все пишите свое мнение о данном аппарате стоит не стоит имба нимба если данное видео оказалось вам полезным не пожалейте пальца вверх на этом все ровных направлений увидимся